Здравствуйте, друзья! Меня зовут Анатолий, и я хочу сегодня поговорить о том, как меня изменил канал Голос Силиконовой Долины, и в частности Михаил Портнов. Ну, в первую очередь, немного представлюсь о себе. Я есть в данный момент студент, имею статус студента, и учусь я в Германии в университете. И, значит, знакомство с каналом Голос Силиконовой Долины у меня произошло давно. Я сроки конкретные уже, наверное, и не помню, но уж точно это 2-3 года как минимум. Началось это с тех пор, когда я начал интересоваться переездом за границей и начал смотреть активно блогеров на ютубе. И в один из моментов просто наткнулся на канал Михаила, чему рад очень. И до сегодняшнего дня смотрю с интересом и исчерпаю много полезной, в первую очередь, информации для себя. И, соответственно, рекомендую при возможности своим знакомым также. В первую очередь, что меня интересует в канале, то есть он несет большой позитивный заряд в целом. То есть это канал со знаком плюс. То есть касается это либо какой-то полезной информации, либо личностного роста для себя. Просмотр канала «Голос Силиконовой Долины» дает большой результат и большую стимуляцию, скажем так, мотивацию для дальнейших моих действий. Для формирования каких-то планов, для того, чтобы лично моя жизнь была успешной. И успех этот измеряется не в каких-то там материальных вещах, а в первую очередь это поставленными целями на сегодняшний день и их реализация. То есть можно сказать, что утром ставим задачу, вечером подводим итоги. И в этом плане «Голос Силиконовой Долины» и Михаил Портнов лично очень сильно поддерживают и мотивируют. Потому что подобных продуктов в интернете, в Ютубе в частности, мы можем встретить очень-очень немного. В основном это все как развлекательный характер, да, носят остальные каналы. Вот, ну у Михаила именно так четко, целенаправленная линия, которая ведет человека в правильном направлении. То есть, которое человек сам для себя определяет. Мне очень нравится, что на канале Михаила Портнова мы можем видеть очень большое количество разных людей, интервью. Это такой бесценный опыт, в принципе, которого так и с повседневной жизни не так-то легко и получить. Потому что люди, многие люди живут как бы в своем замкнутом миру, у них определенный круг общения. И все, что выходит за рамки этого круга, человек просто не знает, что находится за рамками этого круга. А благодаря, в частности, деятельности Михаила мы можем видеть много разных судеб, много разных людей, чем самым укрепляя свою позицию. То есть, ага, в той ситуации у человека была такая ситуация, он сделал так, там была такая ситуация, он сделал так, привело к тому-то. И мы можем как бы брать и сравнивать, то есть, что люди делали и переносить вот этот вот весь опыт людей как бы на свою жесть. То есть, мы можем видеть какие-то успехи или какие-то ошибки людей и как бы анализируя, мы можем корректировать свою личную как бы жесть и деятельность. В последнее время было очень интересное интервью с психологом из Москвы, с Михаилом Бородянским. Я тоже очень-очень рад был посмотреть это видео. И я пошел после этого видео дальше на сайт Михаила, посмотрел и сайт. Там есть видео тоже одно такое хорошее. В общем, эти психологические вещи на меня произвели очень положительное влияние в понимании себя и дало какой-то такой толчок, что возможно, я как бы и дальше мог бы интересоваться какими-то такими вещами психологическими, чтобы развивать себя, myself, скажем. Вот. И такой один очень хороший пример из видео Михаила, когда он рассказывал про сценарии, то есть жизненные. Что и такая ситуация, что ему нужно было... Это Михаил Бородянский сейчас, да, который давал интервью Михаилу Портнову на канале «Голосильконовой долине». Ну, чтобы не ошибиться, о коме Михаиле. И там такой пример, что ему нужно было 100 тысяч рублей для какого-то мероприятия. У него было только 50 тысяч рублей. И ему нужно было до вечера обязательно найти вторых 50 тысяч рублей. У него была договоренность с одним из банков российских, что ему выдадут карточку кредитную с лимитом в 50 тысяч рублей, и он покроет свою потребность. Он, соответственно, собрался с утра, пошел в банк. Но после переговоров с банковскими сотрудниками оказалось, что по каким-то причинам ему не дают эту карточку. И он и так, и так, и ну, потому что клиент солидный, у него там нормальные потоки. То есть, как бы, ну, в принципе, не было оснований, чтобы ему отказали. Ну, вот так вот, по этому сценарию ему отказали. И он, как бы, уже, ну, все, что было делать, в общем, не удалось. И он пошел домой. И, заходя в дом и проверяя почту, он в почте обнаружил конверт с предложением от другого банка, с банковской карточкой, с кредиткой, с лимитом в 50 тысяч рублей. То есть, у человека с утра была в голове идея, то есть, что ему нужно эти 50 тысяч рублей получить. И ему не удалось тем способом, которым он хотел, но они пришли к нему другим способом. Вот. И, то есть, у него был, как бы, один сценарий, но благодаря своим каким-то приемам, которые он в голове прорабатывал, он добился этой цели другим сценарием. То есть, идея, которая я хочу здесь донести, что наш мир постоянно находится в динамике, он изменчивый. И мы можем его менять абсолютно ежесекунда, еженоминутно. То есть, если мы, допустим, знаем, что на столе в соседней комнате стоит чашка с чаем, то на самом деле это еще не означает, что если мы пойдем в соседнюю комнату, и она действительно там будет стоять. И, то есть, благодаря каким-то таким вот приемам, вот так, у меня оно в голове представляется вот так вот, в динамике. Такой шар, и вот так вот оно все крутится, крутится и постоянно изменяется, постоянно изменчивая. Вот, и я раньше не мог для себя это никак объяснить, и я услышал вот от Михаила Бородянского, вот он называет это как бы сценариями, да, то есть, вот, и это было абсолютно то, о чем я думал уже давно, и, ну, думал, что такое-то просто что-то нереальное такое, и вот я слышу абсолютно другого человека, то есть, такую же самую вещь, похожую, и это было для меня абсолютно познавательно, и супер. Вообще, я, честно говоря, заинтересовался. Вот, и, естественно, в этом заслуга голос, канала «Голос силиконовой долины» и Михаила Портнова лично за приглашение таких людей. Вот, дальше, следующее, вот буквально вчера я просмотрел видео с Александром Лобком, тоже такой человек неординарный, такая личность, тоже получил массу как бы удовольствия от такого интеллигентного культурного разговора, то есть, было очень тоже приятно, много познавательного из него вынес, ну, было абсолютно на самом, ну, очень классно, очень классно, и хочется видеть таких видео побольше и побольше. Вот. Конечно же, Михаил Портнов заслуживает большого уважения, он помогает многим людям найти работу, как бы получить свой шанс, он дает людям шанс просто конкретный. Вот, на тебе шанс, возьми, сделай так, сделай раз, сделай два, сделай три, и все. И будет все хорошо. То есть, и это, на самом деле, дорогого стоит, и люди, кто может это принять и воспользоваться этим, довести до нужной точки, они обретают, как бы, первый статус в жизни, да, потому что в судьбе эмигранда мы все прекрасно знаем, что то, что ты был там у нас там кандидат наук, то вот это не значит, что ты в Америке будешь с ним же, знаешь. И это очень важно, что благодаря вот Михаилу Портнову, его каналу и его деятельности люди получают шанс на статус. То есть, вы можете получить статус в своей жизни, вы имеете абсолютную поддержку, у вас есть с кем поговорить, у вас есть кто подправит, если вы стоите, как бы, на раздорожье и ищите какой-то правильный путь. Вот, и все это Михаил Портнов. Также было очень интересно наблюдать за учебой Натальи Квик, тоже было очень-очень приятно, и очень приятная женщина. То есть, Наталья молодец, закончила школу, то есть, тоже, как бы, добилась поставленной цели, очень здорово. И все-все люди, которые присутствуют, которые участвуют, на канале уже к 90 тысячам, подходит за 80, далеко уже. То есть, это собрался такой клуб, как бы, людей, можно сказать, которые хотят как-то реализоваться, которые, ну, имеют какой-то потенциал, наверное, раз они уже пришли к этому каналу, если они уже готовы его смотреть, и им это интересно, то это значит, что у людей уже есть какое-то такое направление в голове, они уже, они уже, как бы, стремятся к чему-то полезному, и им нужен только толчок, их нужно подтолкнуть, то есть, им надо дать импульс. Вот, и вот этот вот самый импульс мы можем найти на канале «Голос силиконовой долины». Скажу лично о себе, что в моей учебе тут оно, учеба дается как бы нелегко, да, во-первых, не родной язык, не мутрошпрахи, вот. И иногда бывает такое, что, ну, просто уже, ну, нет сил, уже, ну, все, уже сколько можно, и тяжело бывает. И у меня, кстати, есть свой канал на Ютубе, где я рассказываю о учебе в Германии, как это все выглядит и процессы изнутри. И когда ты посмотришь какие-то видео мотивационные, просто, даже без всякой мотивации, даже развлечения, просто вот этот вот потенциал, который у человека реализованный уже, как у Михаила, то есть вот эта вот его реализованность, она как бы дает силу и дает новый толчок, и новые витки мотивации ты получаешь. Ты посмотришь, да, вот человек, вот он сделал вот так вот, и вот так вот, он в своей жизни вот так. И ты смотришь на этот успех, и ты хочешь его как-то спроектировать на свою, как бы, жизнь, и тебе это придает мотивации. Вот. Так что я очень рад, очень рад возможности смотреть канал Михаила. Дай Бог Михаилу здоровья крепкого и сил. Как у нас говорят, много летом. Вот. И хочется пожелать дальнейшего развития. Много людей, много новых людей на канале, за кем можно понаблюдать, порадоваться ихнему успеху вместе. Вот. И что-то взять полезное для себя и получить очередной стимул мотивации. Так что, друзья, всем рекомендую. Очень рад. Спасибо, Михаил. И всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok